Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Сегодня у нас будет второй прогноз на ноябрь 2020 года. Прогноз будет общим. Посмотрим, что ждет нас в этом месяце. Что скажут нам карты, какие советы дадут. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Сейчас будем все смотреть. Итак, посмотрим. Семерка жезлов. Первая карта у нас выходит в этом месяце. Скорее всего, у многих будут какие-то, вы знаете, возможно, переговоры, какие-то обсуждения. Очень много различных мыслей, как что-то решить, что-то преодолеть. Но эта карта нам говорит о том, что, скорее всего, все эти действия, да, все эти шаги к разрешению каких-то вопросов будут успешными. Посмотрим дальше. Да, вот видите, вы будете стараться преодолевать какие-то препятствия, которые сейчас есть у вас на пути, но скоро очень вы их преодолеете. То есть сейчас вам действительно может быть тяжело, да, у кого-то буквально ощущение, что может быть что-то рушится у вас на глазах, да, либо вот только был закончен этот период, да, каких-то неудач, возможно, или каких-то конфликтов, может быть, у кого-то, да, у кого-то, возможно, каких-то ссор. Но этот период вы преодолеете, то есть вот он уже подходит к завершению, говорят нам карты. Да, определитесь вы с тем, как вам надо действовать в этом месяце. Придет это решение, вы поймете, как вам двигаться, куда, что вам нужно сделать для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Ну, что еще? Да, понимаете, вот действительно будете, примите решение бороться за что-то, возможно, отстаивать как-то свои интересы, да, что сдаваться вы не будете, это вы точно поймете, что вы все сможете. Да, вот посмотрите, одни у нас тут жезлы выходят, будете активные очень женщины с такой огненной стихией в этом месяце, и поймете, что будете бороться для достижения успеха, для достижения своего счастья, понимаете, чтобы показать всему миру, что вы можете. А вы можете очень многое, говорят нам карты. Вот обязательно это получится у вас в этом месяце, что не нужно тут вообще не сдаваться ничего. Девочки, одни жезлы на вас выходят, очень сильная энергетика будет. Ну, понимаете, вот эта энергия, которая была у вас, возможно, в октябре месяце, да, возможно, идет она с лета где-то, да, либо чуть раньше, когда вы вот буквально были, ну, не знали, как вам действовать, не понимали, куда вам двигаться, да, что вас ждет, что дальше, что делать. Вот эта энергетика, говорят нам карты, должна остаться в прошлом, да, возможно, у многих будет какое-то решение финансового вопроса, да, здесь у вас были какие-то, возможно, трудности. Сейчас либо ситуация стабилизируется, либо, возможно, у кого-то будет какое-то поступление каких-то финансов, у кого-то, может быть, просто вы поймете, что, в принципе, финансово все не так плохо, как вам казалось. Да, здесь, кстати, у многих может быть либо какое-то, может быть, предложение по финансам, какой-то, может быть, выход вы найдете, какие-то идеи придут к вам новые, понимаете, какой-то новый шанс от высших сил будет, и вы поймете, что вот так переживать вам не стоило на самом деле, что все, этот этап позади, теперь у вас совсем другой период начинается. Ну и вот у многих, возможно, здесь либо встреча, либо как-то поучаствует в вашей жизни король жезлов. Мужчина, кто смотрит по гороскопу огненной стихии, да, по описанию мужчина, очень активный, тот, который точно знает, чего он хочет. Значит, мужчина, который стремится, который достигает своих целей, да, вот он решил, он будет действовать, такой огненный, активный, страстный мужчина. Вот карты нам говорят, что либо, возможно, встреча с этим мужчиной, либо, может быть, этот мужчина уже есть у вас в жизни. Что будет с этим, посмотрим, что нам еще покажут. Вот, понимаете, вот с этим мужчинам либо будут как-то улучшены, налаживаться будут отношения. Кто был на расстоянии по карте мир, возможно, это расстояние как-то у вас уменьшится, то есть, либо вы сблизитесь, либо, может быть, знакомство здесь на расстоянии, у вас кто-то познакомится по интернету, да. Да, вот посмотрите, действительно, может быть, кто-то был на расстоянии, сейчас будут идти шаги по сближению. У кого-то это, девочки, действительно, вы семья, здесь отношения либо стабилизируются, либо улучшатся, либо просто вот это ваш супруг, там, либо мужчина, партнер, с которым вы находитесь. С ним все будет хорошо в этом месяце, говорят карты, то есть, отношения будут складываться прекрасные. И, кстати, вот опять денежная карта, очень хорошая, семейная, денежная. Все-таки финансовое положение будет достаточно стабильным, говорят нам карты. Вот, не стоит переживать, все будет нормально в этом плане. Да, понимаете, даже настолько будет все неплохо, что здесь, как бы, понимаете, может быть, вы хотите помочь кому-то из родственников, либо как-то, ну, поддержать их, потребуются какие-то от вас действия, да. Не обязательно финансово, здесь, может быть, и поддержка именно эмоциональная, да, какая-то. Вы сможете ее оказать, но и финансовую, кстати, тоже, что будет все настолько неплохо. Вот, посмотрите, десятка кубков по чувствам. Девочки, ну, очень хороший прогноз получается, я тоже смотрю для себя. Здесь все очень стабильно по чувствам, то есть, и по чувствам, и по финансам. Вот, буквально все очень будет хорошо у нас в этом месяце, предстоящем ноябре. Будем на это рассчитывать, что дом будет полной чашей, да, с эмоциями, с прекрасными. Вы будете эмоциями наслаждаться, вы будете счастливы, будут вас ценить в этом месяце, да, на всех, во всех областях, на самом деле. И вот очень у многих это будет действительно, вы будете находиться в семье, либо, может быть, семья у вас воссоединится, кто на расстоянии находился, да. То есть, это будут действительно такие серьезные отношения, серьезные эмоции, прекрасные. Кто-то, вот, повстречает, может быть, серьезные отношения. Да, вот, посмотрите, рыцарь Пентакли выходит также у многих. Возможно, также встреча, либо, смотрите, у нас еще с мужчиной, который чуть моложе вас, либо вашего возраста, такой моложавый, земной уже стихии. Мужчина приземленный, который захочет взять за вас ответственность, да, который захочет как-то помочь вам. Вот, кстати, финансово, возможно, здесь он как-то поучаствует, либо что-то подскажет вам, может быть, какие-то идеи, да. Ну, тоже, возможно, встреча, кстати, с таким мужчиной в этом месяце, кто ждет, кто ищет. Да, понимаете, вот подскажет как-то, и вы поймете, что не так все плохо. То есть, в принципе, у вас с финансами-то и так не очень все плохо по этой карте, да. Но вы находитесь в режиме такой экономии, в режиме, когда считаете, что денежки нужно придержать. Вот, что здесь? Мужчина этот как-то на это повлияет. Ну, вот видите, будут у вас какие-то действительно очень такие события радостные. У кого-то, может быть, будет это праздник какой-то, какое-то торжество. Просто, может быть, будет хорошее настроение, встреча с подругами, да, встреча в компании, да. Либо, ну, не знаю, новые чувства. Здесь тоже могут быть чувства, которые будут развиваться. Вот эта встреча. Будет переход на какой-то другой уровень. Да, вот, понимаете, и будет у вас... Буквально, вы понимаете, ощутите вот то, насколько вы сильны. Насколько вы сильны, насколько силен ваш потенциал, насколько вы привлекательная, сильная, самодостаточная, очень сексуальная женщина, успешная. И что вы всего можете добиться, девочки. Вот это придет понимание в этом месяце к вам. Вот это вот вас ждет. Обязательно вот посмотрите, прислушайтесь к себе, да, оставьте позади вот эти переживания, которые были по восьмерке мечей. И карта смерти – это неплохая карта, не нужно ее бояться, да. Это карта трансформации, и трансформация у вас произойдет. Понимаете, вы как-то четко ощутите, говорят нам карты, что вы гораздо сильнее, чем думаете. И что все хорошее у вас впереди. Такой прогноз у нас получился. Месяц достаточно успешный, достаточно счастливый. Будем все надеяться, что все это так и будет, да. Что все это у нас у всех проиграется. Я вам желаю всего хорошего. Не забывайте подписываться на канал. Отписывайтесь, как проигрываются мои расклады. Не забывайте ставить лайки. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.